Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами я, Пашкевич Анна, и в этом видео поговорим на такую тему, как посев фасоли. Известно, что фасоль является ценной высокобелковой культуры, которая помимо белка содержит большое количество сахаров, которые легко усваиваются нашим организмом, витаминов, в частности витамина А, С, большое количество микроэлементов и других полезных компонентов. По количеству белка фасоль приравнивается к говядине, превосходит свинину, мясо птицы, значительно превосходит крупяные культуры, рыбу и молоко. Европейскими учеными было проведено исследование, которое позволило установить, что на одном гектаре одинаковых почв получается порядка 120 килограммов чистого белка от выращивания мясного скота в среднем за 9 месяцев. За 7-8 тысяч лет фасоль существенно изменилась от диколианы, которая произрастала в Центральной Америке, в горных районах, до той фасоли, которую мы выращиваем и употребляем в настоящее время. Урожайность фасоли на 30% зависит от качества сорта, на 25% зависит от погодных условий, в которых она выращивается, и где-то на 29% определяется совокупным фактором этих двух показателей. Для того, чтобы не прогадать сортом, необходимо понимать, что фасоль разница по тому, что мы употребляем. Есть фасоль овощного назначения, мы ее привыкли называть спаржевая фасоль, когда мы высеваем ее и используем лопатки или бобы, или, как мы любим называть, стручки. Также есть фасоль зернового назначения, которая более традиционная, как правило, возревает к концу лета, к середине осени. Мы собираем зерно, или, как мы любим называть, семена в сухом виде, или подсушивать, добавлять их в супы и делать какие-либо тушения и консервацию. Помимо того, есть фасоль универсального назначения, которая сначала формирует вкусные, сочные стручки, а затем, по мере того, как она вызревает, получаются хорошего качества крупные семена или зерно. Также следует понимать, что есть несколько сроков созревания фасоли. Например, различаются сорта ультраранние, ранние, среднеранние, поздние, среднепоздние и очень поздние. Фасоль является требовательной к теплу культурой. Минимальная среднесуточная температура для ее развития должна составлять порядка 15 градусов. Максимальная температура до 30 градусов. Фасоль, так же, как и все бобовые культуры, способна вступать в симбиотические отношения с бактериями, обеспечивая себя достаточным количеством азота. Но если есть предположение, что лето будет прохладным, дождливым, то для того, чтобы обеспечить фасоль достаточным количеством азота, необходимо ее поддержать путем внесения удобрений, минеральных или органических. Также необходимо вносить фосфорно-калийное удобрение. Лучше это сделать по осени, или если вы не успели подготовить поле для выращивания фасоли, то выполнить эти манипуляции весной, перед посевом этого овоща. Первый срок посева фасоли в условиях Центральной Беларуси приходится где-то на конец 2-й декады мая, начало 3-й декады мая. Для того, чтобы обеспечить себя постепенным поступлением качественной продукции, можно проводить посев фасоли в несколько сроков с интервалом 8-12 дней. Фасоль крайне требовательна к влаге в момент прорастания, поскольку 100-120% от веса семян необходимо в количественном отношении воды, для того, чтобы они набухли и тронулись в рост. После того, как семена взошли, фасоль может переносить кратковременную засуху вплоть до периода бутонизации. Если у вас есть возможность и того требуют погодные условия, то желательно дополнительно проливать посевы фасоли водой. Наиболее урожайными схемами посева фасоли являются следующие. 60 см между рядами и 6-7 см между растениями в ряду. Фасоль необходимо обеспечить достаточным количеством питания, таким образом размещать на 1 м2 порядка 28-30 обычных кустовых форм фасоли. Фасоль отличается слабой конкурентностью по отношению к сорной растительности, поэтому необходимо отводить под выращивание фасоли участки, которые будут освобождены от сорняков, которые будут солнечные участки. Фасоль хорошо будет расти по предшествующей культуре, которыми являлись томат, картофель, кабачки и какие-то тыквенные культуры. То есть овощи, которые вынесли из почвы азот, ввиду того, что фасоль способна сама себя обеспечить этим элементом питания. Основная обработка почвы должна проводиться из расчета того, чтобы семена смогли хорошо прорасти и в ней укрепиться. То есть как минимум на 30-40, а то и все 50 см. Глубина заделки семян будет зависеть от того, насколько легкая и структурированная у вас почва. Чем легче почва, тем глубже глубина заделки семян. В случае средних суглинок это 3-4 см, в случае легких песчаных порядка 7-8 см и даже 10 см. В качестве удобрений лучше вносить комплексное минеральное удобрение с повышенным содержанием фосфора и калия, например, с формулой НПК 8-16-24 или 5-15-30. Также лучше вносить органику, которая будет обеспечивать почву повышенным содержанием и фосфора, и калия. Это костная мука, рыбная мука. Также большое содержание калия и фосфора содержится в золе. Помимо этого необходимо обеспечить почву подкисленными условиями, для того чтобы те формы фосфора, которые в ней находятся, были доступны для потребления растений. Для этого необходимо взять буквально 100 мл 9% уксуса, растворить в 10 л воды и пролить почву или ряды, в которых вы будете высевать фасоль. Очень часто с прорастанием семян фасоли растут и личинки ростковые мухи. Для того чтобы этого не происходило, необходимо соблюдать севооборот и проводить профилактику в виде удаления растительных остатков и глубокого запахивания вносимой органики в почву. Также активно повреждают молодые всходы фасоли слизни. Для того чтобы сократить их количество на своих участках, необходимо в первую очередь удалить те предметы, под которыми будет скапливаться вода, например, доски, кирпичи или пленки. Также можно самостоятельно изготовить ловушки, отрезать дно у пластиковой бутылки, закопать его в почву и налить темное пиво. Надеюсь, что вы подобрали хорошие сорта фасоли для своих высоких урожаев. Всего вам доброго и до встречи в новых видео!